добрый день дорогие друзья с вами капля и продолжение сериала о свободе апостол павел пишет в послании коринфянам о том что он подчинил себя всем дабы приобрести хотя бы некоторых для подзаконных он был как подзаконных для иудеев как иудей для язычников вернее для чуждых закона как чуждые закона не будучи чужд закона вот когда мы говорим о свободе то существует все-таки определенный знаете такой момент ограничения этой свободы и дальше я хочу немного тоже об этом поговорить в данном случае речь идет о ограничении собственной свободы для достижения целей бога апостолу павлу необходимо привлечь к евангелию тех людей которым его послал господь и он ограничивает свою свободу в отношении этих людей ради этих людей для того чтобы достигнуть их евангелии сегодня свобода свобода в ее совершенно мирском понимании является одним из мощных идолов современной церкви церкви борются за свободу церкви готовы убивать за свободу готовы на политические какие-то действия демарши протесты и так далее и я на сто процентов уверен что это не является тем путем который господь хотел бы чтобы мы прошли я на сто процентов уверен что основа ну наверное успеха евангелия она как раз и состоит в том что говорил апостол павел починить себя всем то есть стать для всех рабом начать служить этим людям не исходя из того что мы с вами министры которые устанавливают законы где-то в своих тайных кабинетах молятся принимать это решение это влияет на все общество нет речь идет о нормальном естественном служении и вот здесь очень важно не мы господа христос господин не мы управляем людьми и вообще рядом не лежало то что мы к этому призваны мы являемся слугами людьми которые являются ответом на нужды чаяния людей люди которые по большому счету только лишь целеуказатели в небеса не те которые знают все ответы на любой вопрос не те которые обладают всей мудростью мира но показывают в ту сторону где эту мудрость можно обрести не можно получить все ответы где можно научиться жить таким образом что жизнь будет успешно и так апостол павел говорит о том что мы сами должны ограничивать собственную свободу ради достижения определенных целей можно привести обычный банальный мирской пример это те же самые спортсмены люди которые ограничивают собственную свободу для достижения определенных спортивных результатов